Доброе утро, друзья! Давно вам не показывала такую панораму. Море шикардосное, как зеркало, но ледяное, как лёд. Люблю наблюдать вот тут. Там кто-то чистит террасу в ресторане, там кто-то зонтик ставит. А так как я тут с вами стою и разговариваю, Чарли сидит и ждёт, пока я поговорю. Такая вот у меня собака. Зато если начнут стрелять, побежит, не глядя назад. Смешной. Хлебом пахнет. У нас там внизу булочные есть, которые делают сами они хлеб. И так пахнет вкусным хлебом. У нас тут тоже ресторан, видите? Что такое ски-бар? Что-то вот не понимаю. Что-то там девушка убирает улицы, и она с музыкой ходит. Вот надо сейчас залезть, посмотреть, что за ски-бар. Время уже идти работать, но я посмотрела, у дверей никого нету, поэтому вот тут шатаюсь с вами. Рассматриваю натуролесу, природу. Люблю я всё-таки море. Ай, даже не столько, как купаться, сколько на него смотреть, гулять. Особенно шторму. Я вообще люблю, знаете, мне всё интересно цунами. Я очень много прочитала там сикова про цунами, про волны, про течение. Люблю воду. Хотя я сама это воздух помол, или земля. Не помню, близнецы кто. Не помню. Ну, короче, не вода точная, не огонь. Ну, вот всё водное люблю. Так, я уже дома. Сейчас буду... Рыбу вчера достала. Рыбу буду готовить. Жарить. Парить. Так, а где оно? У меня там как раз пюрешечка осталась. Со вчерашнего дня. Вот. Крылышки осталось. Четвёртая часть открыла. Такие вот мы едоки. В общем, всего до всего в холодильник надо её помыть немного. У меня сегодня как-то голова что ли болит. Или я не пойму что. У меня уже неделю, наверное. То ли зуб болит. То ли вот тут как-то челюсть вроде не болит, но как-то непонятное вообще состояние. В общем, наверное, надо к зубному будет сходить. Зубы все прощупала, ничего не болит. Никакой зуб. Но какой-то вот дискомфорт есть, знаете. И именно не в зубе, а вот в челюсти. Вот тут вот как-то, когда открываешь, как-то как будто вот где-то там глухая боль. Не знаю, что это такое. Просто жуть. Не уснуть мне больше, не уснуть. Ну вот посмотрю недельку. И тогда, если что-то как-то их где-то, то надо будет записываться к зубному. А что делать? Зубы-то такая зараза. Почему не придумали, что они постоянно выпал один, другой вырос? Вот. Не понимая вот этой системы нашего организма, как бы было здорово, да? В эллисах один сточился. Есть же животные, у которых растут зубы постоянно. У зайцев, по-моему, да? Или у кого-то. Один сточился, другой вырос. Проблема-то нет же. Нужно платить бешеные бабки, чтобы вам их сделали. В общем, одни растраты. Ладно, буду рыбку жарить. Русечка маловато. И посуду надо помыть. Я вчера ленилась и не помыла посуду. Сегодня клиент приходил. А он, знаете, он иностранец. Он, по-моему, англичанин, но хорошо говорит по-испански. Вот. И живет он там у нас. Он этот арт-художник. Что-то делает. Что делает, я не знаю. Сколько он ко мне лет уже ходит. Стричься. У него тут такая лысенька. Тут такой полудлинный волос. В общем, надо стричь его, как ему нравится. Ну, это понятно. Мы все стрижемся, как нам нравится. Хороший мужчина такой. И вот он в прошлом году ездил маму хоронил. А зачем я ее накрываю? Ну, ладно, пускай закрыта. Он пару раз в Англию летает. А в этом году все. И вот он говорит, пришлось... У него есть вот лавочка. Вот эта со всяким его арт-дизайном. Не знаю, что он там. У нас же туристов там, где в Соловрине, где я работаю много. У нас же там Каску-Антигу. Это вот старая зона, с дамок, все дела. Туристы едут, ехали. Сейчас никуда никто не едет. И покупают вот эти всякие его штуки. А в этом, говорит, в году вообще труба. Закрыл он свою лавочку. Потому что платить везде надо. А если нет туристов, то каким хером платить? Я его спросила, говорю, туристы-то хоть есть. А он говорит, только вот испанцы. И все. А испанцы? Зачем им нужны эти какие-то... Как их называют его арт-произведения. В общем, много всего, что закрывается. Но он сказал, на год закройся. Может, и на два фиг его знает. Когда все это закончится... В общем, да, очень жаль и обидно. Чем люди будут заниматься, я даже не знаю. Он говорит, буду дома сидеть, поделки вот эти свои делать. А на какой хер жить, извините. Поделки-то поделками. Но поделками сыт не будешь. В общем, да, ситуэйшн. Такая малюсенькая, гости, смотрите. Такая маленькая. Тихая-тихолюсенькая. Смотрите. Я в нее сяду, у меня нога будет вытаскивать. В машину не поместится. Ну, или часть попы, что-то одно из них. В общем, иду я в горы сегодня. Тут вот какие-то тучи. Но дождь не обещают. Так, куда мне выйти-то? Туда-сюда, обратно. Иду сегодня одна. Подруге там какие-то дела. Она особо по горам не любит лазить. Поэтому я решила вот сегодня одна в горы пойти. Для разнообразия. Пошли, Чарли. Вышло сегодня аж в 6 часов. Представляете? Сейчас вот вернусь. Упс. Масочку надеваем. Вот, пораньше, чтобы потом вернуться. И, в общем, в темноте по горам не лазить. Такие вот по улицам в нашем иду. А да, вот тут надо поворачивать. Уж забыла, как давно в горы не ходила. И забыла, что куда и где сворачивать. Вот тут вот будем выходить. Да, вот эта вот бабулечка. Она всегда отсидит там. Сколько бы раз я здесь не проходила, она всегда на улице сидит. А вот тут на балконе огурцы и помидоры росли. Не на балконе, а на террасе. Но они, видимо, урожай сняли и все. Больше не сажали. Кактус большой растет. И, походу, там много-много птиц. На бабулечке сидит. В общем, вот куда я забралась. Так вкусно елками пахнет. Там море. Мы, кстати, вот на этот пляж ходим. Видите? Прям вот на этот вот вчера вот тут гуляли, гуляли. А, сегодня в горы забралась. Пришла домой, всю дорогу мечтала, знаете, о чем? О облепиховом чае. У меня облепиха есть замороженная. Я вот так ее сейчас потолку. Немножечко. Своей супер маленькой кружечки. Добавлю туда вот такие вот. Фрукты. Замороженные. Еще у меня есть. В общем, сейчас все спрячу. В общем, облепиху я размолола. Добавила туда колу де кабалью. Коний хвост или как там его. Ну, это мочегонный. Еще у меня был там чай вот этот вот я, который покупала с фруктами, фруктовые. Там прям кусочки фрукта. Это я вот фильтр отсюда стеви положила. В общем, бомба. Витаминная бомба, друзья. Это трындец. Всю дорогу шла и мечтала о таком чае. Я вот, смотрите, даже еще не переоделась. У нас сейчас на улице очень классно. Очень прохладно. И я совсем не потею. Поэтому очень комфортно купаться. Я у Чучи сегодня тоже перестановку сделала. Мне показалось, что вот эти жердочки... Ой, смотрите, как он. Видите? И сразу начинает туда садиться. В общем, вот эти жердочки, они были как бы как вот вместе. И я думаю, у него нету там свободы действия. А это он, смотрите, сейчас везде всегда. И прыгает, и бегает, и все делает. Вот так вот он начинает. Раньше даже вот так не пищал. Сейчас начинает пищать. Видите, какой хвост. У него ватрос. Все как надо. Но все равно перья, вот они перья вылазят. Линяет он, линяет, конечно. Вот у него и кальций есть. И геечная вот эта вот фигня у него есть. В общем, все у него там есть. У него как в Париже все есть. Цветочки. Я вот эти тоже переставила, потому что я представила, как декабрист будет свести. И я на него буду смотреть. Вот так вот он будет красиво свести. Этот тоже неплохо здесь стоит. Для этого места у меня тоже есть кое-какие планы. Так что подписывайтесь. Будьте в курсе внимания. Вы смотрите, какие там тучи интересные. Так, прям на фоне гор. Так классно. Я обожаю вот такие тучи. Тучи, облака, которые вот в горах вот так вот окутывают. В общем, на этот угол у меня есть свои планы. Так что подписались, да? И колокольчик нажали. Все как надо, правильно? Все. Ну тогда все. Будете в курсе всех событий. Смотрите, у меня еще, кстати, цветок. Видите, новый лезет. Так что все путем. А этот вот купила в Лидолита. Он же в первый день вот так вот что-то завел. Я что-то вообще не поняла, в чем его смысл был. Я его и пересадила. Но он как-то, не знаю. Может очухается, может не очухается. Хрен с ним. Так что вот такие вот у нас, друзья, планы. Пойду сейчас переоденусь. И буду... Я уже очень давно не приходила домой. Засветло. Обычно всегда выходишь в 8 и приходишь в 10. И прямо уже темно. А сейчас я вышла в 6. Время у нас 6. Пол девятого. 6. Ну да, где-то вот так я всегда и хожу гуляю. 2-2,5 часа гуляю. Ну это так просто выражаюсь гуляя. Так я бодрым шагом, в общем, хожу, что Чарли за мной уже обратно такой еле идет. Все горы обошла. Вот туда, сюда, обратно. Кстати, очень много людей ходят, гуляют. Вот, вот что значит погода такая комфортная. 27 градусов у нас. Так что вот. Такие пироги. Обожаю такую погоду. И посмотрела, вроде бы на целую, все недели вот такая погода будет. Знаете, замечательная погода, потому что хотите на море, пожалуйста, не жарко, не холодно. Хотите в горы, тоже, пожалуйста, не жарко, не холодно. Идеально. В Испанию нужно ехать, в этом году, конечно, не получится. Но на следующий год обязательно, если хотите поехать и покайфовать без людей, езжайте числа, в общем, на вторую неделю сентября. Не прогадайте. Кайфовое время. Золотое время. У нас всегда немцы прочухали об этом. И они всегда приезжают. Вот сейчас эта немецкая пора наступить должна была бы, но ее не будет. Потому что, ну, вы сами понимаете. Но обычно после 15 сентября у нас немцы. И знаете, какие немцы? Не молодежь какая-то там, а как это, золотой возраст. 60 лет. Ну, которые уже пенсионеры. Вот они приезжают и кайфуют здесь. Да. В этом году кайфовать мы будем сами. Без немцев, без французов, без англичан. Англичан, в общем, да. На самоизоляции. Ой, пойду я переодеваться. Чай, наверное, уже заварился.